Я прошу прощения сегодня в таком виде, немножко потянула шею, слишком сильно махала тяпкой на огороде, маленько потянула шею, извините, что так выгляжу. Так, у нас сегодня ответы на вопросы. Я заготовила список из 20, из 19 точнее вопросов. Вопросы доктора Натуропатии по питанию, но не только по питанию. Есть еще и вопросы немножечко из других тем. Постараюсь все не на все ответить, но если по ходу будут возникать какие-то еще вопросы, вы их тоже пишите. И может быть я успею тогда там и там все объединить в один эфир. Первый вопрос прозвучал так. Как вылечили артрит у мужа? Да, я недавно где-то обмолвилась, что эфирные масла помогли вылечить моему мужу бронхиальную астму и артрит. Но если говорить честно и откровенно, это не только и не столько эфирные масла, как комплексный подход к оздоровлению без участия медикаментов. Как мы лечили артрит? Мы лечили с помощью изменения питания или по-другому говоря коррекция питания, с помощью очищения организма от шлаков и токсинов по системе Аганян и с помощью эфирной терапии. То есть это был переход на естественное питание параллельно с проведением ряда курсов очищения. В течение примерно трех лет мы очищались по Аганян несколько раз в год. Ну, где-то примерно 2-3 раза в год мы очищались в течение трех лет. И это позволило вывести большую часть солей, которые вызывали боль и дискомфорт в суставах и снять воспалительный процесс. И когда спустя несколько лет еще пришли в нашу жизнь эфирные масла, мы присоединили их к этому процессу лечения артрита и полностью и окончательно избавились от болей. В коленях, в фалангах пальцев, очень сильно всегда крутило фаланги пальцев, в локтевых суставах сейчас этих болей просто нет. Остались еще боли в поясничном отделе, но я не связываю их с артритом. Это последствия травмы очень сильной, смещения, поэтому здесь работа более глубокая. Но мы по-прежнему находимся на своих позициях естественного питания. Мы по-прежнему иногда прибегаем к очищению организма, но не длительному. И, конечно же, мы поклонники эфирных масел, мы их используем каждый день. Поэтому, если у вас артрит, то есть воспалительный процесс, то его нужно лечить именно сейчас, пока он не перешел в артроз. Потому что артроз – это уже намного глубже и серьезнее. И там уже, когда разрушаются твердые ткани, сами кости, здесь уже, конечно, все намного серьезнее. Поэтому лечите пока артрит именно вот этими методами. Коррекция питания, очищение организма и эфирная терапия. Все это есть у меня в арсенале, в моих курсах. И прямо вот сейчас идет как раз наборный интенсив. Все это мы будем практиковать, кроме эфирных масел. На интенсиве эфирных масел не будет. Но они будут в июне на большом курсе эфирный детокс. Сейчас он пока на каникулах. О нем объявлю немножко позже. Но все равно не сбрасывайте со счетов, что базой всегда будет являться очищение организма и переход на естественное питание. Все остальное будет дополнительными инструментами. Второй вопрос. С диагнозом рассеянный склероз нужна ли диета? Я бы сказала так. Не диета. Потому что диета подразумевает какой-то ограниченный промежуток времени, когда мы каким-то образом меняем питание с целью достичь какого-то результата. Рассеянный склероз – это тяжелое системное заболевание. И нужно посвятить всю свою жизнь, чтобы бороться с ним и чтобы выйти на ремиссию, наверное, так можно сказать. Поэтому здесь нужно говорить не о диете, а вообще о смысле жизни и питания в целом. И мы опять возвращаемся к этим двум китам, на которых стоит вся моя деятельность. Переход на естественное питание и очищение организма. Я считаю, что здесь это неизбежно. Это неизбежно. Имеет такой тяжелый диагноз. Третий вопрос. Что можно есть утром, чтобы сахар не скакал вверх? У меня инсулинорезистентность. Нужно сказать, что сахар скачет всегда. В течение дня он поднимается несколько раз. Просто мы не меряем его так часто, как может быть... Точнее, мы не меряем его часто. Поэтому мы думаем, что если он подскочил, то это значит, что-то вы съели не то. Но на самом деле сахар подскакивает на любую прием пищи. Он подскакивает на физическую нагрузку. Он подскакивает на какие-то стрессовые ситуации. Немножко поволновались. Сахар скакнул. Ну и еще на многие вещи, даже если вы занимаетесь сексом, у вас тоже сахар подскочит. Поэтому, что есть утром, у меня здесь подход такой. Если у вас нет каких-то сильных поражений на уровне тонкого кишечника, я имею в виду синдром дырявого кишечника, то начинать можно с жиров и сырой растительной пищи. Но если у вас есть какие-то острые заболевания, связанные именно с желудочно-кишечным трактом, то здесь нужно смотреть индивидуально. Вполне может быть, что клетчатка сырая вам не будет здесь полезна. В общем, надо смотреть. Инсулиновезистентность – это не приговор вообще ни разу. Это состояние, от которого очень легко избавиться. То есть, инсулиновезистентность – что это такое? Это когда ваши клетки становятся невосприимчивы к инсулину. То есть, нужно перезагрузить свой организм и на клеточном уровне, почистить его и заставить его работать в нормальном режиме именно при помощи очищения себя от тех накоплений мусорных, которые мешают вашим органам и системам функционировать нормально. И как только вы добиваетесь такого состояния, нормально функционируемого всех органов и систем, то инсулиновезистентность просто снимается в повестке дня. Так что это вообще нельзя рассматривать как пожизненную какую-то печать. Четвертый вопрос. Фрукты и ягоды можно ли в кашу вместе? Не будет ли бродить? Вот как раз будут очень замечательно бродить, потому что каша – это крахмалы, фрукты и ягоды – это кислота и сахар, и глюкоза, фруктоза. И вместе с крахмалами это прекрасно бродит. Поэтому, конечно же, фрукты и ягоды отдельно, кашу отдельно. И вот эти самые рецепты ПП, так называемые, когда делают выпечку, кладут туда фрукты, варят кашу и добавляют туда сухофрукты, это совершенно неправильно с точки зрения естественного питания. Это приводит к брожению и загрязнению кишечника. Пятый вопрос. Желатин, заливной холодец – полезно ли это блюдо? Я считаю, что да. Я считаю, что это полезное блюдо. И вообще, естественно, в моем понимании это питание, которое подразумевает то, что растет в природе, сорвал и съел, и то, что живет в природе. То есть поймал, обработал термически и съел. Вот это вот и есть естественное питание. То есть это природное питание, питание тем, что есть в природе, что растет и что живет. Поэтому то, что мы делаем из мяса животных, из костей животных, из субпродуктов – это совершенно нормальные рабочие блюда, будем так говорить. И холодец, заливной – это коллаген, это особенно тем, у кого проблемы с опорным двигательным аппаратом, это вполне себе хорошая еда. Ничего не имею против вообще. Следующий вопрос. Из белка ем только олехи и яйца. Рыбу не хочу. Это нормально? Я считаю, что это нормально. Мы все разные. Каждый живет со своей предысторией, со своей историей в разных обстоятельствах, с разными диагнозами, с разными традициями. И пищевые пристрастия могут быть абсолютно разными. Вот, например, по себе могу сказать, что меня тоже не особо сильно тянет на рыбу и мясо. Если бы не мой муж, который всегда хочет мясо, то я бы жила, наверное, на уровне мяса один раз, может быть, в месяц. Ну, может быть, один-два раза в месяц. Я бы вот так жила. Но поскольку мы живем вдвоем, то приходится готовить мясо чаще. А мне бы вполне хватило яиц и кедровых орехов. Так что я считаю, это вполне нормально. Так. Если утром не ем, начинает тошнить и очень плохо. Почему так? Здесь очень простое объяснение. Смотрите. Когда мы едим, питаемся, то у нас идут процессы пищеварения в теле. Когда мы не едим, когда нет пищеварения, включается процесс очищения. А процесс очищения, как правило, начинается с тошноты и с плохого самочувствия, если мы не принимаем предусмотрительные меры. Предусмотрительные меры – это такие профилактические мероприятия, как прием адсорбентов, как прием эфирных масел. То есть те меры, когда мы нейтрализуем токсины, которые рвутся наружу. А если вы просто на обычном своем дне, не кушаете утром, то вы тем самым пролонгируете процесс очищения, который включился ночью. Ночью у нас нет пищеварения, поэтому ночью организм очищается. И если вы утром продолжаете не кушать, то у вас продолжается процесс очищения. А поскольку он уже затянулся на такой длительный период, то начинается тошнота, как признак легкой интоксикации. Как только вы что-то скушаете, тошнота проходит, потому что запускается пищеварение и очищение заканчивается. Вот так это здесь все работает. Повышена кислотность и рефлюкс. Можно ли голодание? Я бы сказала так. Сначала нужно все-таки подкорректировать питание и добиться того, чтобы убрать и рефлюкс, и повышенную кислотность. Это возможно сделать именно на уровне корректания. И когда уже эти явления уйдут, тогда уже смотреть, нужно ли вам условное голодание. То есть его однозначно будет можно, но вопрос нужно, то есть какой запрос. Хлеб на закваске можно или нет? Не каждый день. С хлебом такая история. Как естественный продукт мы его не рассматриваем, потому что он сделан из зерен, а зерна не являются естественными питаниями. Потому что если рассматривать зерна с точки зрения природного происхождения, все-таки это продукт, который не расщепляется у нас в организме, в пищеварительной системе, в сыром виде. То есть если мы съедаем зерна в сыром виде, они у нас не расщепляются, они выходят в том же виде, как мы их разжевали. Поэтому мы не считаем его естественным продуктом, зерна. Но мы их научились, мы их приспособили употреблять в пищу именно с помощью варки, с помощью перемалывания в муку, термической обработки этих изделий, то есть выпекания, хлебов и все такое прочее. То есть это пища приспособленная, но она довольно сильно заблизняет организм, потому что внутри она превращается в клейстер. Поэтому когда мы говорим об общем оздоровлении организма, о том, чтобы оздоравливать наше питание и избавляться от каких-то хронических заболеваний, и работать с внешним видом, с весом, мы должны понимать, что такие вещи, как хлеб и все, что из зерени, из муки, нам нужно минимизировать. Но если не убирать полностью, то хотя бы минимизировать. И вот когда мы идем этим путем, то есть мы его минимизируем, где-то заменяем каким-то альтернативным хлебом, скажем, из кокосовой муки, которая не является клейстером, то у нас постепенно рождается здоровая микрофлора в кишечнике и ваши вкусовые страсти меняют. То есть вот эта тяга к хлебу, желание хлеба, оно проходит само собой. Я прошла все эти этапы. То есть я человек, который традиционно питался раньше с хлебом и все, и с хлебом. Сейчас я пришла к такому состоянию, что хлеба просто не хочется. Он стал вообще такой очень-очень далекой, степенной едой, которой прибегаешь крайне редко, прям в каких-то там особенных случаях. Вот. Поэтому здесь что? Работаем над микрофлорой и желание хлеба потом пропадает просто само собой. Вот и все. А пока он у вас там в каком-то минимальном количестве есть, не каждый день, да, и на закваске, в принципе, если вы себе взяли на вооружение, что вы будете от него постепенно отказываться, то пусть он пока будет, а постепенно он сам уйдет, если вы будете продерживаться, естественного питания. Такой вопрос интересный. Как избавиться от поедания мела? Знаете, мне кажется так, не избавиться, пока вы не решите проблемы дефицитов в своем организме. То есть это явно идет из дефицита. Нужно просто, наверное, сдать анализы, посмотреть, чего там не хватает, и, возможно, просто добавить каких-то БАДов, которые заменят мел. Ну, вот и все. Так, ребенку 7 лет наложили гипс, перелом костей запястья. Есть ли средства для скорейшего сращивания костей? Могу сразу сказать, что это точно будет не молоко, не творог и не сыр, потому что уже признали давно, что кунжунт является намного более качественным поставщиком кальция, если мы говорим про кости. И этот кальций, он легче усваивается, организмом воспринимается как более родной, если можно так сказать. Потому что тот кальций, который в животных, в молочной продукции, его там меньше, во-первых, чем в кунжуте, а ущерба ребенок получит больше. То есть, да, он получит там какую-то небольшую долю кальция, если это действительно натуральная молочная продукция. Она еще может быть ненатуральной, да, с пальмовым маслом. Но он при этом получит побочные эффекты в виде нерасщепленного козеина, возможно, аллергических реакций, процессов гниения в кишечнике, ну и каких-нибудь отдаленных там потом побочных эффектов в виде хронического насморка, гнойных пробок в горле и так далее. Поэтому лучше всего это кунжут. То есть кунжутное молоко, это вот прекрасно то, что пьется детьми. Они очень любят. Делается очень легко. Перемалывается кунжут в блендере, добавляет в кофемолоке, добавляется в блендер теплая вода, мед. И дети с удовольствием пьют это молоко, это вкусно, это полезно, это легко усваивается. Ну и плюс я бы еще, конечно, порекомендовала из эфирных масел смесь тиблу. И тогда это было бы очень даже быстро и заживление. Вопрос, как вечером после работы стараться не переедать. Питание вроде выстроило более-менее. Утром завтрак, легкие фрукты, смузи, либо овощи. И так до трех часов в перерыве чай с медом или сухофруктами. После пятнадцати уже вареная еда с овощами. А вот после работы допускаю покрешности. Могу хлеба, что-то смешать, несовместимое. Пока с работы доедешь, девятнадцати дома, кушать охота. Ну, у меня напрашивается здесь такой совет. Если вечером сильно хочется кушать, нужно просто в обед дать себе плотную еду с животным белком. Если это будет хороший кусок мяса, там, не знаю, котлета, или там, ну, тушеное, запеченное, не знаю, мясо, рыба, что-то такое, то, что долго переваривается и дает сытость надолго, то, скорее всего, вечером уже не будет вот этого жора. И вам вполне возможно хватит какой-нибудь тарелки салата. Пусть даже это будет большая тарелка салата. Может быть, это будет просто порция какой-то каши, гречки, например, там, с маслом, да. И вопрос будет решен. Это довольно сытная еда. Она не даст слишком много загрязнений вашему организму. Если вы это еще нейтрализуете сырыми овощами, там, мясо с сырыми овощами, гречка с сырыми овощами, то вполне нормально. Вы поддержите баланс очищения и загрязнения и не будете голодным. Вопрос будет решен. А так, конечно, если весь день сидеть на фруктах, то к вечеру, конечно, получится сильно кушать. Ответьте, пожалуйста, про молочку. Особенно про сыры. Мягкий сыр или козий? Если его хочется. Это что значит? Не очистился организм? Да нет. Дело не в том, что когда хочется сыра, неважно какого, козьего и коровьего, это есть тяга к жирам. Значит, в организме дефицит по жирам, скорее всего. Поэтому нужно просто пересмотреть свое питание и дать себе больше жиров. Причем жиры, это же не только молочные жиры, это очень хорошие жиры, это рыба, рыба, жирная рыба, даже рыбный жир просто отдельно, печень рыбы, икра рыбы, яйца. Это все жиры. Вот. И если выстроить свое питание так, что у вас не будет дефицита по жирам, то, скорее всего, тяга к сыру прекратится. Я это говорю просто по своему опыту. Я человек, который безумно любил сыр всю жизнь. И только недавно, наверное, год назад у меня вообще полностью прекратилась эта тяга. Она ослабевала, ослабевала, потихонечку ослабевала. И в конце концов, вот сейчас я абсолютно стала равнодушна к сыру. Даже скажу больше, у меня появилось какое-то такое небольшое отторжение его. Неприятно мне на него смотреть, и тем более неприятно его есть. Но если у вас стоит выбор, какой сыр вам кушать, то я рекомендую однозначно козий. Потому что в козьем сыре не будет козеина. Козейн – это молочный белок, который очень трудно расщепляется в человеческом организме. Вот. Поэтому, если будет козий сыр, то это будет меньшее зло. Вот так. Так. Вопрос по алкоголю. Не нашла нигде. Возможно употребление или нет? Какой и сколько и когда? Люблю вино и пиво немного. А вот здесь вот точно никто не скажет, никакой диетолог, диетолог, натуропат не скажет, сколько вам можно вина или пиво, сколько нужно, можно или нельзя. Это совершенно вообще личный вопрос, совершенно индивидуальный, с алкоголем. И здесь полно нюансов, как вы понимаете, есть ли тенденция к зависимости или нет такой тенденции. Какой алкоголь вы покупаете, насколько он качественный. Алкоголь, алкоголь и рознь. Поэтому здесь нельзя сказать однозначно, что нет, вот мы не пьем алкоголь или нет, мы пьем алкоголь. Здесь каждый решает индивидуально. Что касается меня, в моей жизни алкоголь присутствует. Но как вы понимаете, это не ежедневное питье и это так от случая к случаю. Иногда это совершенно небольшие дозы. Я пью алкоголь очень маленькими погромульками. То есть это чисто просто снять какое-то напряжение, иногда может быть или где-то там за праздничным столом небольшой бокальчик чего-нибудь такого. Мы делаем только свой, домашний. В магазине мы не покупаем ничего. Поэтому я стараюсь вообще во всё, что касается напитков и еды, находить самые безопасные варианты. То есть если я понимаю, что какой-то продукт или напиток несёт в себе какую-то угрозу для меня, и я не знаю точно его происхождение, и мне подозрительный его состав, я не буду его принимать, потому что просто боюсь получить печальные последствия. Так, следующий вопрос. Подскажите, если нет стула после выхода из условного голодания уже второй день, это значит, кишечник не очистился, микрофлорию ещё пнухает? Нет, это не это значит. Это значит, что просто кишечник ещё не запустился. Условное голодание, я для тех скажу, кто не знает, что это такое, это очищение организма по системе органян, когда мы убираем твёрдую пищу на несколько дней или недель и заменяем её жидким питанием. Свежевыжатыми соками, травяными чаями, с мёдом и соками цитрусовых. Вот. И если у нас кишечник живёт в режиме клизм несколько дней или недель, то он может на второй день ещё пока не запуститься. В этом нет ничего страшного. Можно просто помочь себе либо микроклизмой, либо, ну, банально там какую-то гимнастику сделать такую для перистальтики, либо в конце концов принять какое-нибудь лёгкое и слабительное. Но, как правило, микроклизма бывает достаточно для того, чтобы кишечник запустился в работу. Многие спрашивают, не опасно ли условно голодать и делать клизмы несколько дней или недель. Не получится ли так, что кишечник всем раздвинется и перестанет полностью работать. Вот я вам так скажу, за 7 лет того, как я и сама практикую иногда, и веду курсы интенсивные, люди ко мне приходят именно на это мероприятие, ещё ни разу не было такого случая, чтобы у человека после курса условного голодания кишечник оказался работать. Скорее наоборот. Как только человек включает в свой рацион твёрдую пищу, начинает есть фрукты, овощи, салаты, то даже соки с мякотью уже на этом на этом условии уже, да, принятие каких-нибудь соков с мякотью или смузи, уже стул очень быстро появляется. Но если он в первый и второй день не появился, то в третий то уж точно он придёт. Но если он не придёт, то вот помочь себе немножечко, и всё будет нормально, всё будет хорошо. Другой вопрос, если он там раньше, да, был проблемный и он опять остался проблемным, то тут уже надо разбираться индивидуально. Почему нет проблем? Нет ли там какой-то петли, провисания и так далее. Следующий вопрос. У меня каждый раз, когда начинаю и продолжаю снижать вес, наступает такой момент, когда не могу сходить или не хожу по большому. Ну, опять, похожий вопрос. Меня это начинает напрягать и происходит срыв специально устроенный. Я думаю, что здесь проблема в отсутствии какой-то структуры и системы. Ну, вот как, например, происходит у меня на курсах, когда люди приходят ко мне, чтобы изменить своё питание, чтобы научиться очищать организм и, соответственно, получить с этим положительные результаты по здоровью или по снижению веса. Как это всё происходит? Мы входим в систему и мы разбиваем нашу работу на определённые этапы, в которых есть этап подготовки с точки зрения питания и люди получают полный инструктаж, как им питаться. Этап условного гладания и очень важно этап выхода из него. То есть на всех этих этапах вес снижается, со стулом мы проблемы решаем с помощью разных мероприятий, они есть и срывов не происходит, если у человека в голове выстраивается стройная система. А такая стройная система, она прописана в моём курсе, в моём обучающем курсе, поэтому если у вас есть доступ к этому курсу, если вы участник, если вы проходили когда-то этот курс, вам просто нужно заново в него войти, потому что доступ я не закрываю никогда и заново пересмотреть все материалы и понять, что вы делаете не так, что у вас не так, что случаются срывы. Срывов быть не должно. Мы работаем осознанно над этими вопросами, чтобы никаких срывов не было, потому что срыв это ликвидация всех результатов, которые мы достигли, а мы их так старательно достигаем, что, конечно, жалко бывает их ликвидировать. В общем, нужна система. Так, вопрос. Может ли условное голодание? Вот видите, у нас все время вертятся вопросы вокруг условного голодания, потому что многие, кто на меня подписаны уже давно, знают, что мой блок это про очищение организма через условное голодание, это про переход на естественное питание, это про снижение веса и про избавление от хронических заболеваний. Может ли условное голодание? Поможет ли условное голодание избавиться от аллергии на солнце? Однозначно да. И нужно в связи с этим затронуть вопрос аллергии вообще, не только на солнце, но и на другие вещи, на продукты, на животных, на пыльцу и так далее. что такое аллергия? Аллергия это попытка организма вывести токсины через одну из выделительных систем или сразу через несколько, либо через дыхательную, либо через кожную систему, это самые частые случаи аллергических реакций, когда мы либо задыхаемся или имеем наскорб, либо у нас на коже появляются какие-то сыпь и прочее, пропильницы, все чешется. То есть выделительная система через свои органы или через поры начинает выводить усиленно токсины, которые были спрятаны в вашем организме и лежали в недрах, но вдруг появляется какой-то катализатор, будь то солнце, будь то цитрусовый, будь то кошка со своей шерстью или холодовая бывает аллергия, появляется катализатор и в вашем организме происходит такой щелчок и организм говорит, о, я сейчас почищусь, мне тут как раз очень благоприятные условия, солнышко пригрело, я сейчас почищусь. Начинает активно выводить токсины через какие-то органы и системы и вы имеете реакцию. Поэтому если вы будете практиковать периодически в своей жизни условное голодание, то есть очищаться с помощью условного голодания от тех самых токсинов, их уровень в вашем организме будет все время понижаться, понижаться и понижаться. То есть я не могу сказать на 100% что вы полностью избавитесь от токсинов. На мой взгляд это невозможно, потому что мы живем с вами в токсичном мире. Мы дышим токсичным воздухом, мы едим очень токсичную еду, даже если она кажется здоровой, она все равно может внести в себе токсины. Мы пьем не очень чистую воду и так далее. Мы живем в токсичное время, поэтому наша задача хотя бы избавиться от большого количества токсинов, то есть не дать своему организму просто погрязнуть в этих токсинах, в этих ядах, а все-таки научиться выводить их из своего тела. Это совершенно возможно, это нормальная практика, она существует уже не одну сотню лет, то есть это очень давняя практика выведения токсинных и шлаков с помощью условного голодания, с помощью просто голодания, с помощью условного голодания. Просто условное голодание дается намного легче, чем обычное голодание. На условном голодании клетки продолжают получать питание и не происходит никаких критических ситуаций, которые могут быть на обычном голодании. Поэтому конечно же любая аллергия очень быстро отступает, когда вы начинаете практиковать условное голодание и меняете свое питание в сторону естественную. Очень советую вам этим заняться. Так, вот еще вопрос, и он тоже связан с условным голоданием. Мне очень приятно, что мои подписчики знают, что такое условное голодание и задают такие грамотные вопросы, очень правильные. Вопрос такой часто встречается, в чем причины газообразования на условном голодании. Вроде бы не ем твердую пищу, только отвар трав с медом и соком лимона и вода. Конечно, дурно не пахнет, но газообразование не маленькое. В общем, смотрите, откуда берутся эти газы. Они берутся как раз со стенок кишечника, то есть патогенная микрофлора и вот та слизь, которая обитает на стенках тонкого кишечника в его ворсинчатой части. Она представляет из себя такое некое подобие болотца, да, болотца, и в этом болотце, конечно же, живут патогенные бактерии, которые там ведут определенную жизнедеятельность и продукты их жизнедеятельности тоже являются и газы и много чего другого. То есть когда вы начинаете очищаться, вы можете это сравнить с тем, что как будто бы вы запускаете палку в болото и начинаете вот так вот ее шерудить. И вы увидите, как со дна болота начинают подниматься пазойки. Вот примерно такая же картина происходит у вас в тонком кишечнике, когда вы начинаете себя очищать с помощью соков, которые прекрасно отдирают слизь от тонких стенок кишечника, с помощью отвара трав, которые тоже являются хорошим таким очищающим инструментом. Вы это вычищаете из себя и это содержимое стенок кишечника сползает и естественно при выведении этих этой слизи вы естественно газы тоже выделяются и они будут выделяться настолько активно насколько активно ваш кишечник отторгает эту слизь. А он это будет делать активно, потому что вы находитесь на условном голодании. Когда вы питаетесь, у него такого отторжения не происходит. Там газы могут быть по другой причине, потому что вы неправильно сочетали продукты. Но когда именно вы не кушаете твердую пищу, то газы происходят не из-за того, что вы что-то вдруг съели нечаянно. А именно из-за того, что ваш тонкий кишечник очищается от этой самой патогенной среды. Но практика показывает, что если вы очищаетесь правильно, если вы применяете все необходимые дополнительные мероприятия, в частности адсорбент, в качестве адсорбента я очень сильно советую белую глину, каолин, вот если кому нужна скину ссылку, запрашивайте мне в личку или в чат. Очень советую, вот именно хорошо, когда газы на условном голодании именно глина очень хорошо на себя забирает вот эту все патогенщину, если можно так сказать, и она облегчает вам существование. Вы перестаете раздуваться, и у вас очень хорошо, мягко все проходит. Плюс у нас еще есть эфирные масла. Очень хорошо помогает при газообразовании эфирная смесь дать пищеварительную смесь специальная, созданная для того, чтобы уменьшать вот эти неприятные явления в кишечнике и в частности газообразованию. Так что инструменты у нас есть, главное только понять, как ими пользоваться. Так, ну и вот последний вопрос, делить на ты, по времени можно пить адсорбент, допустим, глину или полисорб. Что касается полисорба, поскольку это аптечный вариант адсорбента, я бы посоветовала пить его только непосредственно тогда, когда есть необходимость, то есть есть интоксикация, есть отравление, либо вы профилактируете интоксикацию во время входа в условное голодание, или вы почувствовали, что приближается интоксикация, вам нужно ее купировать, тогда мы принимаем именно полисорб, либо энтеразгель, это аптечные варианты. Но если мы говорим про глину, каолин, белую глину, то это природный минерал, который просто добывают из земли, она из больших глубин, с очень больших глубин земли. Этот каолин проходит несколько ступеней очистки и продается он именно как пищевой. Просто понимаете, есть глина косметическая, которая тоже продается в аптеках или на маркетплейсах, но мы ее не можем принимать внутрь, потому что она не прошла должной степени очистки. А вот белая глина пищевая, она так и называется пищевая, это как раз тот минерал, который мы можем принимать просто по жизни. Просто по жизни, потому что еще раз повторю, что мы живем в токсичное время. И когда мы помогаем этим себе очищаться изнутри, когда глина забирает на себя в свою микропористую структуру эти токсины, мы просто помогаем себе быть в более чистой зоне. И тогда мы можем пить по жизни это курсами. Например, 4 недели пьем глину, водичку пьем глинину пару раз в день, 10 дней отдыхаем. И так мы можем пить ее постоянно, независимо от того, питаемся мы или очищаемся глину, белую глину, можно пить постоянно. Это очень хорошая практика, особенно тем, кто понимает, что он сильно зашлакован. Кроме того, глину еще можно и наружно применять, всякие ванночки с глиной, аппликации из глины, это маски из глины, в общем, это хороший продукт по всем своим показателям. Во всяком случае, за то время, пока я веду людей, и мы практикуем условное голодание в группах, и в индивидуальном сопровождении также, я убедилась, что глина это очень-очень хорошая подушка безопасности, точно так же, как и эфирные масла. Вот если бы не она, мы бы на сегодняшний день имели намного больше случаев интоксикации, а теперь мы, получается, вообще свели их к нулю. То есть, когда люди приходили раньше ко мне на курс очищения, ну, раньше, например, ну, скажем, лет пять назад, когда у меня еще не было ни глины, ни эфирных масел, я всегда переживала очень сильно, потому что у нас, ну, процентов в пятидесяти были случаи интоксикации. Ну, вот, да, шлаки и токсины это такая вещь, не очень хорошая, что они часто вызывают интоксикацию. Тогда мы не очень умели с ними справляться, но когда появились, когда я узнала про глину и про эфирные масла, то мы свели случай интоксикации практически к нулю. Сейчас это вообще крайне-крайне редко, когда у человека вдруг, да, случается что-то типа интоксикации во время курса. Вот. Меня это, конечно, вообще безумно радует, потому что я счастлива, когда у людей ничего плохого не происходит. Вот. У меня здесь все вопросы, я вижу, что появились в чате. Так. Как можно провести условное обладание, если нет возможности приобрести весь состав трав для очищения? Ничего страшного, можно приобрести несколько трав и очищаться на тех травах, которые есть. Просто понимаете, в чем дело? Очищают вас, не травы, нас, вас и нас, не травы, а очищают человеческий организм отсутствие твердой пищи. Понимаете, это механизм. То есть если отсутствует твердая пища, это для организма вот щелчок, опять же, сигнал запустить процесс очищения нон-стоп. Ну так вот природа устроила наш организм, что когда нет еды, организм начинает очищаться. Для него это повод очищаться. То есть собирать из своих глубин все эти яды, шлаги, токсины, которые накопились за предшествующее время и начать выводить их вместе с лимфатической, с помощью лимфатической системы выводить их в кишечник. И уже оттуда их мы забираем с помощью призмы. И если у нас не хватает всех трав, мы все равно при этом очищаемся, потому что нет твердой пищи. А травы мы употребляем, принимаем травяные чаи во время этого курса для того, чтобы помочь своим системам поддерживать выделительную функцию в порядке. То есть выведение токсинов все равно происходит, но просто чуть-чуть меньше трав будет для того, чтобы их поддерживать. Но у нас теперь есть еще эфирные масла, и если не хватает каких-то трав, то мы успешно можем заменять их эфирными маслами, потому что эфирные масла добываются из растений, и мы легко можем найти альтернативу этим травам. Настолько у нас сейчас много всего есть в нашем распоряжении, чтобы проводить такие курсы комфортно и успешно, и с результатом, и с эффектом. Сейчас у меня идет набор на такой маленький короткий курс в маленькую группу, так называемый интенсив, который я запускаю уже в воскресенье, мы стартуем, и могу взять еще несколько человек, это очень маленькая группа, ну прям совсем маленькая, просто так удобнее работать, когда каждый человек у тебя перед глазами, и ты видишь каждого, и можешь даже давать какие-то индивидуальные рекомендации во время курса, чтобы свести вообще к нулю все какие-то осложнения, потому что обычно приходит и не либо одно хроническое заболевание, либо несколько, вот, если есть желающие, можно еще присоединиться, сейчас ссылочка, ссылочку давала, стоит в шапке профиля, первая ссылочка здесь в чате телеграмм тоже давала ссылку и вчера, и сегодня, можете присоединиться, курс месячный, всего лишь такой коротенький, 10 дней подготовка, 10 дней условного обладания, и 10 дней выход, это для тех, кто давно хотел, но не решался, потому что хотят многие, очень многие, знают, что такое очищение по огням, у меня на ютубе 85 тысяч подписчиков, это, ну, такое, немаленькое количество людей, и они все приходят на мой канал именно по запросу очищения по огням, то есть, понимаете, это люди, которые знают, слышали, читали, изучали методику огням, по ее лекциям, по ее книгам, кто-то даже уже и практиковал, кто-то с успехом, кто-то с неуспехом, но все люди, которые приходят на меня, они понимают, что они идут к человеку, который знает, хорошо знает, что такое условное голодание, который на себе это все практиковал, и что это уже большая клиентская практика, вот, поэтому вот этот маленький интенсив, короткий, да, такой 30-дневный, это именно для тех, кто знает, что это такое, и хочет пройти это на практике под присмотром, да, под моим присмотром и в компании единомышленников, вот, но я также не исключаю того, той ситуации, что кто-то, возможно, захочет прийти на этот интенсив, кто не знает, что такое условное голодание, но у кого, кем овладело любопытство, да, и вот хочется узнать, что это такое, может быть, даже и не столько в практической части, сколько в теоретической, это тоже можно, то есть, приходя на мой любой курс, люди обычно, ну, отдают отчет в том, что я никогда никого не тяну за руки и не обязываю делать всю программу курса, если кому-то что-то не заходит, но любой мой курс, как интенсив, так и более длительный курс, это всегда школа, это всегда обучение, это изучение материала, это разбор простых понятий о естественном питании, это практика, когда мы тренируемся, меняем питание на практике, то есть, питаемся по рекомендациям, делаем отчеты своего питания, получаем коррекцию, то есть, ну, я корректирую питание, если люди делают ошибки, я исправляю, и таким образом, когда вы выходите из такого курса, да, или из интенсива, у вас уже вот здесь есть четкое понимание, что это такое, и как вы дальше будете с этим жить. Так, вопрос, можно проводить УГЭ при недостатке железа, то есть, при трехмесячной терапии для поднятия? Я считаю, что можно и нужно, но нужно делать короткие, незабеганные, то есть, не доводить себя сразу там до трехнедельного, да, например, а делать короткими, то есть, готовить себя постепенно к этому, и все время заботиться о питании, потому что на питании мы тоже можем, мы тоже можем очищать себя, понимаете, питание, оно же какое у нас, традиционное питание, оно сплошь загрязняющее, а вот естественное, оно больше очищающее, очищающее, поэтому, когда вы тренируете себя на питании, да, очищать себя с помощью питания, вы, в общем-то, тоже занимаетесь очищением, вот, ну, по ходу вопросы все, вроде бы, как мы осветили, все равно это не последний, да, наш эфир, вот, у нас сегодня, что, у нас сегодня 25 четверг, осталось 3 дня, 5 суббота, воскресенье, в воскресенье вечером мы, я запускаю начало интенсива, вот, есть у вас еще, там, да, 2-3 дня, чтобы присоединиться в эту группу, ну, и все, потом уже с опозданием принимать никого не буду, потому что дней и так мало, готовиться будем тщательно, чтобы все прошло хорошо, на ура и с максимальным результатом. Все, благодарю вас за участие, спасибо за ваши правильные вопросы и до скорых следующих встреч.